На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Шаг во взрослую жизнь начался со скамьи подсудимых. За попытку угона авто задержаны три молодых гомельчанина. Зарево пламени, которое наблюдал весь гомель, как пожарные оттушили масштабное возгорание на линии сноса. На помощь к тонущим рыбакам приходит пиранья. Алексей Немкевич протестировал новую аэролодку-освода. Потом что делать, если лед под ногами треснул и как в такую ситуацию вообще не попадать? Поговорим с экспертом. А также большой пожар на трассе, автобус, который едва не упал в пропасть, грузовик-таран и турист, который без страховки три минуты летел на дельтаплане, держась за него только руками. В рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на канале. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Освод бьет тревогу. В регионе любители зимней рыбалки начали массово выходить на водоемы. Такая поспешность уже привела к первым жертвам. Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети, которые сковало льдом. Взрослая жизнь началась со статьи уголовного кодекса. Трое молодых гомельчан подозреваются в угоне автомобиля. Около трех ночи 25 ноября сотрудники ГАИ получили информацию о том, что на улице Каменщикова ВАЗ-2107 въехал в забор и пытается скрыться. Прибыв на место, сотрудники обнаружили автомобиль, однако водителя в нем не оказалось. В машине было разбито стекло и вырваны провода замка зажигания. Очевидец сообщил, что после столкновения из авто вышли три человека и, сняв аккумулятор, скрылись в направлении улицы Огаренко. Увидев сотрудников ГАИ, молодые люди бросились в рассыпную. Двоих удалось задержать. В отношении молодых людей 18, 17 и 16 лет возбуждено уголовное дело по статье «Угон». В поселке Орленск и Гомельского района при разборке упавших после пожаростроительных конструкций работники МЧС обнаружили тело хозяина дома, который проживал один. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Такая же участь постигла и курильщика, который проживал в поселке Октябрьский. По прибытии МЧС к месту вызова языки пламени рвались наружу из окон деревянного дома. Спасатели все же проникли внутрь, где на полу обнаружили обгоревшее тело хозяина. Огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. В Гомеле несколько дней тушили пожар на территории частного унитарного предприятия, где загорелись древесные отходы. Огонь распространился на площади более чем в 500 квадратных метров. Чтобы локализовать очаг возгорания, спасателям понадобилось больше суток. Возьмите пламени достигало 10-15 метров, а дым был виден из центра города. Существовала угроза возгорания двух складских помещений и большого количества битумных материалов. Спасателям удалось отстоять участок, а иначе клубы уже ядовитого дыма могли подняться в воздух. Температуру в 1000 градусов давали горевшие бревна, доски, коренья деревьев и прочие древесные отходы, которые в больших объемах складировались на территории фирмы. В центр оперативного управления МЧС поступили сотни звонков. Многие ошибочно полагали, что горит химзавод. Ущерб подсчитывается, пострадавших нет. Не исключается версия поджога. С 1 декабря вступает в силу требование правил дорожного движения об обязательном использовании зимних шин. И несмотря на то, что отрицательная температура воздуха на улице стоит уже несколько недель, переобуть в зимнюю резину свои авто потрудились далеко не все. Насколько это необходимо и что может произойти при езде на летних покрышках в следующем материале. оказывались на встречной полосе или в кювете. Под колеса попадали пешеходы прямо на переходах. Многие водители не успевали вовремя среагировать и остановить на мокром асфальте свои машины. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улицы, учитывать тот факт, что дорога может быть скользкой и автомобилю потребуется больше времени для того, чтобы затормозить. Водителям необходимо помнить, что с 1 декабря требования правил дорожного движения это зимние шины на автомобилях. В последние дни сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме, контролируя дорожную обстановку и оказывая помощь участникам дорожного движения. Во время сложных погодных условий от водителей требуется повышенная внимательность и большая ответственность. Первый год за рулем. Я являюсь постоянным участником дорожного движения. На зиму всегда предпочитаю перебывать зимнюю резину, так как, во-первых, считаю это безопасно в первую очередь для себя, для моего автомобиля, во вторую очередь, конечно же, для окружающих. Правильная оценка дорожных условий, умелое пользование приемами управления, своевременный контроль технического состояния автомобиля и четкое выполнение требований ПДД позволяют уверенно чувствовать себя на зимней дороге. В сильные морозы госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно владельцев дизельного автотранспорта. Стоит выбирать безопасную скорость движения, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Использование зимних шин при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур, грязи и снежных осадков с экспертной точки зрения способствует улучшению управляемости транспортным средством, поскольку, в отличие от летних шин, их резина более мягче. Конструкция рисунка протектора способствует отделению грязи и снега в процессе движения, а также облегчает самоочищение рисунка протектора. При этом необходимо отметить, что безопасность дорожного движения может быть обеспечена лишь в совокупности с приемом по управлению транспортным средством. Если при движении по дороге с сухим асфальтобетонным покрытием со скоростью в 50 км в час тормозной путь составляет около 15 метров, то в условиях гололеда при той же скорости он увеличивается до 80 метров. Сократить это расстояние можно только за счет улучшенного сцепления с дорогой. Зимой прошлого года за неиспользование зимних шин к административной ответственности привлечен 2161 водитель. 12 человек заплатили штраф за езду на изношенной резине. Но с каждым годом число сознательных автовладельцев, понимающих важность комплексной готовности автомобиля к снегу и слякоти, растет, утверждают в госавтоинспекции. Ударившие морозы, как выстрел стартового пистолета. Едва схватившийся лед на реках и озерах уже буквально усеян рыбаками. Ими терпится открыть сезон зимней ловли, о котором мечтали все лето. О своей безопасности многие, кажется, даже не задумываются. Такие любители выловить щучку другую – основные клиенты сотрудников освод. Наша съемочная группа отправилась на один из водоемов в Гомеле и попыталась узнать, в чем опасность первого льда и как провалившемуся может помочь пиранья. Внимание рыбак, захотящийся посредине озера! Покиньте акваторию! Проходит учение областной организации освод! Эти предупреждения на рыбаков, расположившихся у лунок, кажется, никак не влияют. Насиженные места они покидают не сразу и с явной неохотой. А между тем, по легенде учений, еще один любитель зимней ловли выходит на Любинское озеро. Мужчина шагает по льду и не обращает внимания на предупреждающие знаки. На помощь к тонущему бросается спасатель, однако тонкий лед ломается и добраться до мужчины не получается. По телефону вызывается аэробот. Эта лодка на воздушной подушке с хищным именем пиранья совсем недавно стала на вооружении освода. Она может передвигаться по суше, воде и льду. В действие универсальное судно приводится при помощи винта. Оно особенно незаменимо в межсезонье. На воде лодка может развивать скорость до 110 км в час, по снегу – до 150. Судно надувное, дно защищено чешуей из поликарбоната и дает легкое скольжение. Замерзшего после нахождения в ледяной воде рыбака эвакуируют. Для спасателей здесь важна каждая секунда. В холодной воде быстро сводит все тело и человек замерзает. Далее мужчина попадает в руки медработников освода. В этой ситуации самое главное – вовремя достать человека из воды. Достать и нужно его согреть, потому что у него может развиться холодовой шок. Когда проваливается вода, это внезапно. Может быть гипоксид. И доставить в медучреждение. При любом случае нужно вызывать скорую помощь. После успешно завершенной операции по спасению наступил не менее важный этап учений. Собравшимся предстояло дать оценку мастерству экипажа «Аэробота». Найти слабые места и решить, как в будущем их устранить. Не отработали еще до автоматизма, потому что мы получили эту технику полмесяца назад. Она проходит режим обкатки. Не даются предельные обороты, не набирается предельная скорость, которая очень огромная для этого плавсредства. Даже страшно об этом говорить. И также проходит обкатка, притирка. Мы нарабатываем методику, потому что ее нет. Она не разработана. Подхода к проломившемуся, выход экипажа на лед, страховка его. Отмечается, что пока пиранья в единственном экземпляре. И патрулируют только водоемы областного центра. Вскоре ситуация должна измениться. Есть решение комиссии по чрезвычайным происшествиям о выделении нам финансов на приобретение автомобиля повышенной проходимости и специального лафета. Чтобы мы могли в любую точку области, вы прекрасно понимаете, что на Днепре где-нибудь сейчас в Жарах или в Комарине творится то же самое в затонах, как и здесь, только рыбаков. Поэтому мы можем, имея такую технику, транспортировать любую точку, осуществлять патрулирование. Однако, несмотря на хорошие скоростные характеристики лодки и смелое действие спасателей, было отмечено, что если бы на тонущем рыбаке не было жилета, до прибытия и работы он бы не дотянул. Многие пренебрегают своей личной собственной безопасностью и рискуют, выходя на лед. Не имеют спасательных средств при себе, которые помогут им продержаться на воде. Это спасательный жилет, это веревка, ну а также мы рекомендуем иметь личные самоспасатели, которые помогут человеку выбраться на лед в случае того, если он окажется в воде. Перед тем, как выходить на лед, важно также знать, насколько он толстый и сможет ли выдержать ваш вес. Безопасным он считается, если намерзнуть успело не менее 7-10 сантиметров. Места, где разрешено переходить водоем с одного берега на другой, должны иметь толщину более 15. А перемещаться по льду на автомобилях разрешено при условии, если он не менее 30 сантиметров. Существуют внешние признаки, по которым легко определить непрочность льда. Например, если он рыхлый и пористый, а также белого цвета. И наоборот, голубоватый оттенок льда говорит о том, что он может выдержать вес человека. При соблюдении всех этих предосторожностей, зимняя рыбалка перестает ассоциироваться с русской рулеткой и будет приносить не меньше удовольствия, чем летняя. Пока же трагедии сбежать не удается. Каждый сезон под воду уходят не только люди, но и автомобили. И несмотря на то, что просторы интернета буквально переполнены подобными видеороликами, свою судьбу и прочность льда продолжают испытывать тысячи человек. Алексей Немкевич, Александр Харлампов, специально для программы «Дефакто». Первый лед манит рыбаков. Считается, что клево в этот период всегда лучше. Но вместо большой рыбки в такой опасной ситуации можно поймать и большие неприятности. Статистика утоплений уже открыта с наступления морозной погоды. Что будет дальше? Все зависит от самих рыбаков и тех, кто ради забавы выходит на лед. Как вести себя в опасной ситуации и как в нее не попасть? Поговорим со специалистом Говенской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так расскажите, какие новые возможности появились у спасателей благодаря пополнению их пар колодок аэролодкой? Самое основное достижение при получении такой техники – это вовремя прибыть к терпящему бедствию человеку, который провалился на льду, и оказать ему помощь. Ведь бывает так, что нас разделяет тонкий лед от потерпевшего до спасателей, большое расстояние, и его нужно преодолеть, на это определенное время нужно. Эта аэролодка может выходить с места несения службы и добраться за короткое время до терпящего бедствия, как по суше, по воде, так и по тонкому льду. Даже когда шуга, там смешанная с водой, со льдом, это не препятствие для этой техники. Это значит, что с места базирования, да, с центральной набережной до Любинского озера, например, за 5-7 минут… Это большое время, вы уже указали, большое время, это где-то 2-3 минуты, и она уже на месте происшествия. Это показали проведенные учения, которые мы проводили, испытывая эту лодку, отработку и слаженность экипажей, в которых были задействованы маневрово-поисковая группа, Любинский спасательный пост и Новобелецкая спасательная станция. При проведении этих занятий мы убедились в том, что мы можем подойти на безопасное расстояние, можно сказать, на расстояние вытянутой руки до пострадавшего, и поднять его в этот катер, и доставить на берег, передать медицинским работникам в очень короткое время для этого нужно. Скажите, патрулирование будет вестись на этой моей работе? Обязательно будем проводить патрулирование, оно уже после проведения учения, уже наша лодка вышла по озерам, было уже на Любинском озере, как я уже говорил, где учения проходили. Прошли мы на Володькино озеро, прошли на Обкомуско, так называемое озеро, предупредили рыбаков о той опасности, которая подстерегает их в период недостава. Рассказали, что не обязательно нужно иметь спасательный жилет, так как показали учения, что если бы рыбак был без спасательного жилета, который провалился под лед, то думаю, что такое количество времени он бы не продержался на поверхности льда, чтобы ему подоспела помощь. Владимир Емельянович, а какова статистика утоплений и спасений в этом году на тонкой льду? К счастью нашему, что по тонкому льду в этом году, вот с начала этой две недели, когда начался ледостав, еще у нас не было утоплений в области. В республике уже такие случаи есть. И в Витебске, и в Могилевских областях рыбаки, выходя на лед, не брали с собой спасательных средств, спасательных жилетов, проваливались под лед, и уже три человека в республике утонуло, именно рыбаков, которые выходили на лед. Без спасательных средств, повторяю. А вот с начала года спасено рыбаков в нашей области только, и людей, которые проваливались под лед, сотрудниками осводы, жителями нашей области, которые были неравнодушны к терпящим бедствия на воде и бросились к ним на помощь. В ветке молодые люди вышли на лед, провалились, начали тонуть. Житель, который приехал на рыбалку, там имел спасательные средства, кусок веревки, там метров 15-20, поспешил к ним на помощь и тоже сам провалился. Но благодаря той веревке, которая у него была, спасли и как мужчину, пытавшуюся помочь терпящим бедствия, так и этих двух молодых человек, которых впоследствии передали медицинским работникам. Они пролежали несколько дней в больнице, но остались живы. Чем вообще опасны провалы под лед, если на человеке нет спасательного жилета, нет тех же зацепов и веревки? Очень мало времени у человека, чтобы когда он проваливается под лед, каждый из вас, может быть, ощущал, даже если струя воды холодной попадает на человека, когда ты находишься, то получается такой шок. И когда человек проваливается под лед, то термический удар получается, сужение сосудов, особенно люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. А как правило, наши рыбаки уже в зрелом возрасте, так уже пенсионеры в основном выходят, которые считают, что нечем заняться, пойду посижу на льду. Такой случай был у нас на грибном канале в этом году, когда рыбак уже больше 80 лет, ему вышел на грибной канал недалеко от дома и провалился. И благодаря тому, что его вовремя заметили, что он провалился, то человек остался жив. То есть выход на лед очень опасен, если не имеешь спасательного жилета, потому что очень мало времени остается у человека. А из-за каких нарушений в основном люди терпят бедствие на льду? Из-за каких условий? Ну, условия бывают разные. Приведу такой же пример по Добрушской области. Вернее, в Добрушском районе в этом году, когда приехал в гости молодой человек со своему сослуживцу, бродил ночью пьяный по Добрушу, потом начал бродить по реке, провалился несколько раз. И уже наша служба Добрушской спасательной станции, собачка, которая у них живет, она уже там несет как член коллектива Добрушской спасательной станции, услышала зовы о помощи, начала облаивать это место, повела наших спасателей. Это было темное время суток, под утро, еще где-то в районе 6-7 часов утра. Не видно было, где он там, кто там кричит. Они, нарываясь, сначала спасатели пошли в одну сторону, но собака их тянула своим лаем, подбадривая, в ту сторону, где человек терпел бедствие. А они пришли, подобрались к нему с лестницей, вытащили его на поверхность, и, положив на лестницу, доставили на спасательную станцию, вызвали скорую помощь. Можете представить, когда оказывали ему помощь, что пришлось разрезать заледеневшую его одежду. В таком состоянии он находился, находясь в алкогольном опьянении, неадекватно вел себя, бродил там по реке, проваливаясь и так далее. Дети тоже попадают в категорию риска, потому что первый лед их тоже манит, они юные исследователи. Часто можно видеть картину, как только-только первое мороз, едва озеро или водоем покрылся льдом, как дети уже испытывают свою судьбу и лед на прочность. Если бы вы были на месте родителей, то что бы вы сказали своим детям, чтобы предостеречь их от несчастных случаев? Я бы разделил наших детей на три категории. То есть дошкольного возраста – это дети, которых нельзя оставлять как летом, как зимой, в любое время года нельзя оставлять их без присмотра. И все время внушать им, какую опасность представляет как тонкий лед, так и вода. Ни на минуту нельзя дошколят оставлять без присмотра. Второй, наиболее опасный, я так считаю, возраст – это уже когда они пошли в школу, и где-то до 12-14 лет, когда они хотят уже проявить себя, где-то побравировать, где-то там удаль свою показать, прокатиться по тонкому льду, даже на коньке одевшись, постучать, попрыгать на тонком льду. И такие случаи тоже были у нас в республике и области, когда, испытывая лед на прочность, дети проваливались и, к сожалению, гибли. Ну и последние категории, как мы их называем, до совершеннолетия, они считаются у нас, вот, люди, не достигшие 18 лет, это от 14 до 18, это на которых уже лежит полная ответственность, что происходит вокруг них. Я бы хотел и к ним обратиться, к этим молодым людям, чтобы они не проходили мимо, когда видят малолеток, таких детей дошкольного возраста или дошколят первых классов, чтобы они останавливали их, предупреждали, о той опасности, которой грозит тонкий лед. Ну и принимали все меры, вплоть до того, чтобы взять за руку и довезти их домой, отдать родителям, сказать, что вот, и вы поругайте там, чтобы он так не вел себя. Ну и ко всем взрослым, не проходите мимо, когда вы видите детей, которые выходят или приближаются к водоему. Не обязательно к реке или к озеру. Бывают технические водоемы и гидротехнические сооружения, которые строители котлованные оставили в зиму, а не набралось воды там, а сейчас покрылись льдом. Дети туда выходят и там могут получить или травму, или же провалиться, тем более погибнуть. Будьте неравнодушны, пожалуйста, я вас обращаю. Весь освод обращается ко всем жителям нашей области, страны. Большое спасибо нашим правительству, особенно за ту технику, которую мы получили, вот гидроаэролодку, которая стала на службу и будет нести службу в нашей области. В дальнейшем мы будем использовать ее, выезжать по районам, рейды. Особенно она пригодится нам, где огромные водоемы, в огромные озера, где большое количество людей скапливается. При проведении различных мероприятий, соревнований будем привлекать это техническое средство. Владимир Емельянович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Спасибо студии, спасибо зрители. Берегите себя и своих близких. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Самые интересные кадры мобильных репортеров со всего мира. Вот так горят грузовики в Техасе. Эта фура воспламенилась на автомагистрали и перекрыла несколько полос движения. Причина пожара остается неясной, но зрелище получилось достойное Голливуда. Черные клубы дыма поднимались вверх на десятки метров. Взрывались топливные баки автомобилей. Подобные пожары случаются и в России. Под Ростовом-на-Дону автолюбитель снял легковушку, которую охватило пламя после ДТП. Горит машина! Глянь, жесткость машина загорелась! Сообщается, что очевидец и его пассажир не пострадали, а вот люди в той аварии погибли. А это Индия. Груженный мешками с рисом автомобиль едва не протаранил школьный автобус с детьми. Водитель грузовика в последний момент сумел увезти машину от столкновения. У автомобиля отказали тормоза. И произошло это как раз в тот момент, когда на его пути школьный автобус поворачивал на территорию школы. Повезло водителю автобуса и его пассажирам в Колумбии. Машина едва не сорвалась в пропасть возле плотины Итуанга. Сильный боковой ветер, скользкий серпантин и малый радиус поворота едва не подписали смертный приговор всем, кто находился в автобусе. Машину стало сносить, и только металлическое ограждение смогло ее удержать на дороге. К эвакуации пассажиров и буксировке автобуса подключились спасатели. Закончилось все благополучно. Едва унес ноги. В Нидерландах велосипедист слишком рано стал переходить пути и чуть было не попал под электричку, успев перебежать рельсы в последнюю секунду. Он не заметил пассажирский состав, так как пропускал грузовой. И как только тот проехал переезд, сразу стал переходить пути. Ускорился мужчина, когда услышал сигнал электропоезда. В Устаре грузовик заехал на территорию жилых домов и раскрошил несколько кирпичных ограждений, подмяв под себя припаркованные автомобили. Сообщается, что водитель так объезжал велосипедиста. Никто не пострадал. В полиции сообщили, что обычно этой дорогой часто ходят школьники. Но в час аварии был праздник, и все дети находились на мероприятии. На Филиппинах очевидцы смогли заснять странного скутериста. Мужчина ехал на мопеде стоя и спокойно курил сигарету. Он даже успел помахать рукой пассажирам авто, отчего те пришли в дикий восторг. В общем, люди подумали, что увидели милого сумасшедшего. А оказалось, это бывший местный чемпион по мотокроссу. Развлекается на пенсии. Так не вписался в поворот, что сбил бензоколонку, мотоцикл, водителя и его пассажира. В Индии тракторист совершил опасный наезд. Все могло взлететь на воздух, если бы пары топлива воспламенились. Но обошлось. Пострадавшие были госпитализированы, а полиция сообщила, что у трактора отказали тормоза. В результате чего тот стал неуправляемым. Ну а это ДТП и вовсе шокирует. Скутерист отделался царапинами, хотя едва не погиб под колесами грузовика. На кадрах видно, как он врезается в машину, падает под прицеп, пытается за него зацепиться и едва не попадает под колесо. Водитель фуры успел затормозить. Самое интересное, что после этого шоу скутерист спокойно поднялся. Пощекотало нервы всем, особенно тем, кто наблюдал за произошедшим. Настоящее испытание пережил англичанин, когда в Швейцарии решил полететь с инструктором на дельтаплане. Оказалось, снаряжение мужчины забыли зацепить за удерживающий ремень. И после разгона туристу пришлось держаться за дельтаплан только руками. Прыгать было поздно, а отпускать инструктора и перекладину нельзя. Ведь это верная смерть. Борьба за жизнь продолжалась на протяжении трех минут полета. Планирист сделал все, чтобы скорее посадить летательный аппарат на землю. Одной рукой удерживая висячего пассажира, а другой управляя дельтапланом. Не долетев несколько метров до земли, турист все-таки сорвался. Однако мужчина выжил, хоть и поломал себе кисти обеих рук. Сейчас он планирует полететь снова, ведь первая попытка не доставила ему удовольствия. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю.